Добрый день! Взяв один из использованных ранее в наших роликах проектов, проведем его настройку на работу в режиме сервера APC UA, ну или UA, условно проект номер один, и разработаем новый, опять-таки условно проект номер два, для получения данных от первого, используя клиентские функции по APC UA монитор реального времени SCADA 3.0. Отметим, что для обмена данными между проектами, выполненными в SCADA 3.0. Можно использовать серверные функции мониторов реального времени по таким протоколам обмена данными, как MatBus TCP и APC, во всех известных спецификациях DHDA, UADA, UAHDA. Кстати, при большом желании и наличии файлов проектов, их можно даже сложить. Речь, правда, идет лишь о профессиональной версии SCADA 3.0. И добром отношении владельцев проектов к данному процессу. К тому же, в последнем случае обмен данными будет вестись уже не по внешним, а по внутренним протоколам обмена данными SCADA 3.0. Итак, приступаем. Открываем интегрированную следу разработки SCADA 3.0. И загружаем неоднократно уже нами использованный в роликах проект RT Statistics. Поскольку наш проект одноузловой, сразу переходим в слой системы, выбираем узел RTM0 и открываем его на редактирование. Нас интересует правая часть бланка, а именно дополнительная функция узла. В этой секции отмечаем лишь галочкой APC Server. Этого достаточно для чтения другими приложениями, в самом широком смысле этого слова, отмеченных специальным образом каналов, а точнее их атрибутов. Доступна таким образом в спецификации APC DA и APC UA DA. Займемся каналами. Дадим доступ на чтение всех измеряемых температур, их рассчитываемых в онлайн средних значений по минутным интервалам. Для этого будем открывать последовательные каналы на редактирование и выставлять в атрибуте 60 доступ по APC. и текущие температуры. Аналогично. Кстати, то, что мы проделали в индивидуальном порядке, можно было сделать и групповым образом. Вот, обратить внимание, целое поле предназначено для того, чтобы можно было сформировать значение 60-го атрибута. Публиковать. Да, мы присвоили уже новое имя нашему проекту APC UA сервер, знак подчеркния T, сохранили его на диск, выполнили его в сохранении для монитора отдельного времени, а далее перенесем его на виртуальную машину, где запущена операционная система Astro Linux и выполним запуск, предварительно определив, какой IP адрес будет у нашего узла. Итак, вот у нас открыта виртуальная машина, мы сейчас ее приведем в полноэкранный режим, далее выполним запуск профайлера от ладочного монитора реального времени и загрузим перенесенный узел из группы APC UA сервер T, RTM 0, файл с расширением DBB. Мы немножечко доработали шапочку, это уже не просто RT statistics, а все остальное в целости и сохранности. Выполняем запуск, убеждаемся, что у нас измеряются правильные температуры, а дальше открываем узлы и смотрим, какой IP адрес 192.168.10.71. Это порт, через который будет выполняться обмен. Сделаем вот так, замечательно, сервер по APC UA запущен. Важное уточнение, вот тот порт, который мы видим в бланке узла на запущенном сервере, это обмен по протоколу iNet. У нас же протокол обмена между проектами будет по APC. Поэтому порт, через который будет осуществляться деятельность, необходимо посмотреть в папочке узла после выполнения процедуры сохранения проекта для монитора реального времени в файле со специфическим названием. Сейчас мы его откроем. Называется он OPCS Server CNF. Двойным кликом открываем и видим порт, через который будет реализован обмен 48.0.20. Это важно. Выяснив необходимые подробности, мы создаем новый проект. Переходим в источники, создаем группу APC, в ней APC UAD Server, который и открываем на редактирование. Указываем в поле url apc.tcp двоеточие двойной слэш 192.168.10.71 двоеточие 48.0.20. IP адрес запущенного сервера, порт для обмена данными. Нажимаем данную кнопочку, открываются все теги, здесь уже теги нашего сервера. Вот температура, которую мы отметили и их среднее значение. Нажимаем ОК и у нас в группе APC UAD Server возникает подгруппа views, в ней rtm0 и группы тегов в данном случае. Это среднее значение из сервера, это текущие температуры. Плюс мы сделали еще дополнительный источник с именем диагностика, скопировав первый тег t-delta-dvp и указав в качестве прототипа создаваемого канала диагностика hex32. Ну и естественно изменили имя. После этого мы с помощью механизма drag-and-drop перенесли в созданный узел rtm0 в группу APC UAD Server все содержимое источников. Единственное, что тег диагностика мы перенесли в созданную группу диагностика обмена данными. Кроме этого мы разработали графическую часть, ну то есть один экран вот такого вот вида. Ну собственно говоря, мы через библиотеку перенесли экран из сервера и немножко его переименовали. Плюс добавили диагностику обмена данными с APC UAD Server с помощью текстового индикатора, создав соответствующая пара. Диагностическая переменная возвращает 0, если нет подключения к APC серверу, единичку, если подключение выполняется, если подключен, и разного рода ошибки. После этого мы с именем APC UAD Client, знак подчеркния T, сохраняем проект на диск, сохраняем для монитора реального времени и будем запускать под операционной системой Windows. Откроем контекстное меню на нашем узле, выберем пункт запустить профайлер. Немножечко отформатируем его вот такому виду и совместим отображение сервера, который работает под операционной системой Linux, точнее Astra Linux и клиент, который работает под Windows. Ну правда делаем все на одном компьютере, но тем не менее. Итак, это у нас измеряемые температуры сервером, это то, что получает клиент. Ждем, когда отработается среднее значение. Кстати, давайте воспользуемся паузой. Внесем некоторые возмущения по одному из температурных каналов. Дождемся вычисления среднего и посмотрим, как это отразится на клиенте. Ну, в принципе, видно, что текущее значение полностью повторяет. Ну вот, смотрим. 26, 26, 23,7, 27,7. Замечательно! Таким образом, мы связали между собой два условно независимых проекта SCADA Trace Mode 7 по PC UA, используя встроенный в монитор реального времени Trace Mode, серверный и клиентский функционал по PC. Для записи данных в проект номер один и запроса его архивных данных предусмотрены еще две галочки со стороны сервера. Загрузим сервер. Откроем на редактирование узел. Перейдем в правую часть. Обратите внимание, APC Server запись и APC Server исторические данные. Но сейчас мы не углубляемся в данную тематику, а просто останавливаем профайлеры как под Windows, так и под Astro Linux. Ролик на этом наш завершается. Вам спасибо за внимание.